Далее, в Соединенных Штатах самое главное на сегодняшний день новость это то, что шатдауна не будет. Шатдаун это такое состояние в США, когда на 1 октября не принят новый бюджет. С этого момента прекращается финансирование всех государственных органов. И соответственно, вот видите как у них сделано классно. У нас если бюджет не приняли, то продолжают действовать нормы старого бюджета. И они автоматически пролонгируются с теми же затратами, с теми же выдатками, с теми же статьями финансирования на следующий год. И это может длиться бесконечно долго. А у них четко, если бюджет не принят в установленный срок, значит с момента вступления бюджета в силу прекращается финансирование правительственных органов. И служащие этих правительственных органов, вот что самое интересное, как принуждают политиков принимать правильные своевременные решения. Служащие правительственных органов либо уходят в бессрочный неоплачиваемый отпуск, либо работают на безоплатной основе. То есть как волонтеры. Что и вынуждает политиков в кратчайшие сроки. Так вот, чтобы не допустить этого шотдауна, был проголосован промежуточный документ, временный бюджет. Этот бюджет принят на 45 дней. У правительства есть и у Конгресса и Сената Соединенных Штатов. Это три, будем так говорить, два органа, в принципе Сенат и Конгресс, это просто две палаты одного парламента. Парламент и правительство должны за 45 дней договориться о принятии бюджета по всем статьям и вынести его в зал на голосование. Это может состояться завтра в понедельник, а это может состояться через полтора месяца в 45 день шотдауна. А может ли не состояться? Вот тогда наступит действительно шотдаун. Ситуация по прекращению финансирования в стране. Там очень много вопросов, вплоть до того, что небольшая группа трампистов, депутатов, сторонников Трампа, ну их называют трамписты или маговцы там, они кошмарят в том плане, что хотят полностью перекрыть финансирование поддержки, военной поддержки Украины. Ну, видно Путин поставил задачу, видно эти люди настолько зависят от Путина, что просто приказ ни шагу назад, как рашистским войскам на линии фронта, так и этим представителям Конгресса и Сената США. Видимо, Путин сказал, что если не перекроете кислород для Украины, я вывалю на вас компромат. Видимо, что-то есть, потому что бьются они, аки горлятся. И при том, что здравый смысл, даже спикер Нижней палаты Конгресса, он сегодня представитель республиканской партии, говорит, что впервые Америка может за 5% военного бюджета осуществить свою вековечную мечту, ослабить фронтскую федерацию, при этом не потеряв ни одного американского солдата. Вот даже такая постановка политического вопроса, ослабить вечного противника Соединенных Штатов, Россию, не устраивает эту мелкую-маленькую группу депутатов. Вот они устроили. Сейчас вопрос военной поддержки Украины, насколько я понимаю, вынесен в отдельное обсуждение, и, возможно, он будет вынесен в отдельное голосование. Хотя, может быть, будет и включен в общий военный бюджет Пентагона, как это и было до наступления вот этой ситуации по шатдауну, или до наступления ситуации по принятию временного бюджета. Дочевелли пишет о том, что в Крыму состоится грандиозный финал войны. Почему они так пришли к такому выводу? Они сделали несколько таких выводов, которые позволили им сказать такую фразу. Первое, это то, что самые современные комплексы российского ПВО явно не способны перехватывать западные крылатые ракеты. Да, мы уничтожили уже два комплекса С-400 «Триумф». Это аналогов нет, венец творения систем ПВО «Эрефии». Но мы их уничтожили, и они, кстати, оставшиеся еще в живых комплексе, не сбили ни одной крылатой ракеты западного производства. Имеется в виду «Штормшедов» и «Скальп». Далее, атака по штабу Черноморского флота «Эрефии». Священный военный объект в Крыму. Это полная катастрофа для «Эрефии», для самой «Раши». Кстати, до сих пор же, ага, а что все замолчали? Где же командующий? Так опять забыли про него. Если все же хорошо, он же должен дальше выйти на руинах штаба и сказать, что мы не сдаемся. И мы продолжаем бороться. Где он? Ау! Они даже боятся признать этот факт. Назначить нового командующего нет, соответственно, нет возможности, потому что надо признать факт гибели предыдущего. Флот без управления. В Рио, СИО, в Рио, как раньше говорили в советской армии, что случайно исполняющие обязаны, временно исполняющие обязаны, это все промежуточные люди, которые, наоборот, деморализуют систему военного управления. Если не назначен штатный начальник, значит все решения временных вот этих начальников, временно назначенных, будут восприниматься довольно скептически. И в этом случае итальянскую забастовку никто не отменял. То есть саботаж присутствует, скрытый саботаж присутствует повсеместно. Об этом говорит просто практика системы военного управления, в том числе особенно в РФ. Далее, все авиаудары по Украине координируются с аэродромов в Крыму. Ну а если мы эти аэродромы подвергаем огневому воздействию, то, естественно, координация нарушается. Далее, если такое развитие событий в Крыму продолжится, то не позднее весны наступит переломный момент в войне. В принципе, мы об этом с вами говорим еще с весны этого года, текущего, что любые победы наши в Крыму или победные шаги наши в Крыму могут привести к кардинальному изменению ситуации в ходе всей военной кампании. Ну и финальный вывод. Крым это не только логистический центр, но и военная база всей российской операции в Украине. И именно поэтому там состоится грандиозный финал войны. Возможно, даже раньше, чем многие ожидали. Вот такой вывод сделала издание Deutsche Welle и разместила его на своих сайтах, в своем эфирном пространстве. На сайтах, на страницах газет, ну и других там телевидео и интернет-интернетах. Продолжение следует...